Бег, здравствуй. Спасибо, Ирина. И сразу к нам осян спорта. Карагандинская Сарарка одержала первую победу в дебютном для себя сезоне высшей хоккейной лиги. В пятницу на выезде была повержена Краснодарская Кубань со счетом 3-2. В составе карагандинцев отличились Семен Гакуев, Петр Лиханец и Александр Васильев. Эта победа позволила Сарарке подняться в турнирные таблицы сразу на 8 позиций и переместиться на 18 место. После трех подряд выездных матчей нашу команду 19 сентября Караганда-арене ждет серьезное испытание. Предстоит сыграть с действующим чемпионом высшей хоккейной лиги Нефтекамским Торосом. Хорошие новости и для любителей футбола. Шахтер вышел на чистое первое место. В субботу горняки на выезде победили Уральский Ахжиик с минимальным счетом 1-0. Единственный мяч на 70-й минуте прямым ударом с углового забил Жамбыл Кукеев. Причем в первом тайме Жамбыл не забил пенальти. В то же время прямой конкурент Шахтера Табол потерял очки в Талдыкургане, что позволило в самой концовке чемпионата карагандинцам оторваться на 2 очка. Карагандинский дебют для женской сборной Казахстана оказался неудачным. Наша команда в субботу с разгромным счетом 0-7 проиграла сборной Германии. Впрочем, упрекать наших девушек не в чем. Ведь немки действующие чемпионки Европы и мира. За перипетиями матча следил наш корреспондент Андрей Кузнецов. Казахстан! Казахстан! Уж непонятно почему, но такое нечастое для караганды событие, как приезд лучшей команды мира сборной Германии по женскому футболу, энтузиазма среди болельщиков не вызвал. А ведь матч был не товарищеский, а вполне официальный. Тем не менее, полицейских на стадионе было больше, чем фанов. Зря. Во-первых, тому, что показывают немки, может позавидовать мужская сборная Казахстана. А во-вторых, очень уж обидно, когда национальная сборная играет без поддержки. А ведь женской сборной она сейчас ох как нужна. Да, в субботней игре нашим девушкам было очень нелегко. Против немецких гренадерок наши низкоросклые игроки противопоставить ничего не могли. Да откуда взяться другим игрокам, если в национальном чемпионате Казахстана выступает всего шесть команд. А основу сборной составляют девушки из Алматы и Шимкента. Если брать, то в Германии занимается 100 тысяч девочек, девушек, женщин. У нас две, если тысячи наберется, то хорошо. Есть разница? Я думаю, есть. Сборная Казахстана весь матч провела в обороне. За всю игру в активе наших один удар в направлении ворот немок в исполнении Сауля Кирибаевой. А одинокая лидер команды Мария Ялова тщетно пыталась в одиночку разобраться с высокорослой вышкаленной защитой Германии. Зато гости, несмотря на холод, играли как на тренировке. Вовсю феерила натурализованная албанка Фатмира, она, казалось, была везде. И именно Фатмира на десятой минуте счет и открыла. Спустя еще семь минут очередная массированная атака немок завершилась голом Одебрехт. В последующие 40 минут казахстанки пропустили еще трижды. Причем голый Анни Митах был просто на заглядение. Десять минут до конца матча, а счет 0-5. Будь это другой любой матч, было бы все хорошо. Но в Германии наша сборная проиграла со счетом 0-17, так что этот счет еще относительно неплохой. В концовке казахстанки пропустили еще два гола. Итоговый счет 0-7. Но бросать камни в огород нашей сборной было бы просто бесчестно. Ну, я думаю, что мы старались, мы бились. Мы все, что смогли, то сделали. Команда очень сильная, является чемпионом мира, чемпионом Европы. Тактически, технически очень развитая команда. С ними, конечно, нам тяжело было двигаться, но мы старались, бились. Ну, мы пытались, да, у нас были сборы двухнедельные, мы пытались что-то наиграть, но Германия, видимо, не дала нам этого сделать. Андрей Кузнецов, Бауржан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. 19 сентября наши девушки проведут свой последний матч в нынешнем отборочном цикле Евро-2013 со сборной Швейцарии. Турнирного значения игра иметь уже не будет. Казахстан, независимо от результата, останется на пятом месте, обойдя лишь сборную Турции. А швейцарки также при любом раскладе сохранят третье итоговое место вслед за немками и испанками. Матч остается на стадионе «Шахтер» в 15.00. Вход бесплатный. На этом у меня все. Напоминаю, телефон нашей редакции – 420649. Также не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Боуздар. Сау Боуздар.